Привет, друзья! Хочу сегодня поделиться с вами новым исцеляющим видео. Если вчера мы с вами разобрали, как помочь нервной системе выжить, вовремя ложиться, вовремя вставать и восстанавливаться за ночь, то сегодня смотрите на эти замечательные проявления весны. Птички, клумбы, гуляющие люди. И давайте поговорим об исцеляющей нагрузке. Я вообще не фитнес-инструктор, я очень всегда плохо относилась к физической нагрузке, в смысле терпеть её не могла, но чем больше я разбираюсь в аспектах здоровья, тем больше понимаю, что мы с вами очень похожи на пьезоэлектрический кристалл. Что такое пьезоэлектрический кристалл? Вы нажимаете на кнопочку, кристалл внутри, вы его не видите, меняет свою структуру и рождает искру. Вот примерно наша жизнь, это и есть вот такая же штука, рождение этой искры. Только всё происходит внутри клетки. Внутри клетки есть такие органеллы, они называются митохондрии. И в этих митохондриях рождается энергия просто на жизнь, на то, чтобы вы вдохнули, вы выдохнули, вы сходили до холодильника или сходили в туалет и так далее. Вот, и вдыхать эту жизнь надо через физическую нагрузку, потому что что происходит, когда вы не двигаетесь? Клетка не тратит или тратит минимум, клетке много не надо, и вся та еда, которую вы в себя закладываете, откладывается просто в клетке в виде капелек жира. Вот таким вот образом. Поэтому клетка остаётся на подсосе по энергии, у неё энергии на жизнь минимальное количество. Она захламляется запасным питательным веществом, в основном это никому не нужны триглицериды, и она начинает болеть. Сначала защищаться, а потом откровенно болеть. И это классический итог жизни 70% нас. Поэтому, друзья, вот что я сейчас делаю. Я сегодня без Юры. Юра по своим делам ушёл. Просто показываю вам то, что я вижу своими глазками, потому что я знаю, что многие из вас лишены возможности просто быть, не знаю, на лоне природы, слышать звуки птиц. Вот. Но это обязательно закончится. Давайте просто вот, если у вас есть возможность хоть как-то жить в каком-то условном мире, то я вам должна сказать такую вещь. Перед тем, как пойти на прогулку, я пальчиками ищу пульс, пальчиками ищу пульс на своей руке, на предплечье. Вот. На запястье точнее. И обычно у меня пульс, ну, где-то 70 ударов в минуту. Потом я начинаю быстро идти. Давайте вместе. Вот смотрите, мы идём с вами вместе. Я иду, размахивая руками так быстро, как только могу, чтобы даже начало сбиваться дыхание. Вот. А где-то через 5 минут такой походки я перепроверю. Остановлю себе и перепроверю свой пульс. Если мой пульс стал плюс 50% от первоначального, то есть было 70, а стало 70 плюс 35, 105. Всё. Это мой темп. Если не добило, я иду немножко быстрее. Если у меня тахикардия больше 105, я иду немножко медленнее. Сколько нужно идти, друзья? Полчаса. И вы тогда вашему пьезоэлектрическому кристаллу говорите, смотри, я же поработала 90% клеточного состава. При ходьбе вовлекается 90% мышечной ткани в ходьбу. Значит, возьми, пожалуйста, эту еду и сделай в клетке энергию. Не надо эту еду откладывать под запас. Вот вы таким образом сообщаете. И помните, что у вас социальная энергия – это деньги. А у клеток, клеточная энергия – это энергия АТФ. Если вы сегодня сделаете всё от вас зависящее, чтобы клетка была богатой, чтобы она синтезировала свои молекулы АТФ, то иммунная система будет иметь энергию АТФ для борьбы с бактериями, вьюзусами, грибами, злокачественными клетками, которые каждый день образуются в вашем организме. Мозг будет лучше соображать. Есть такая фраза, она мне нравится. Каждый человек, который себя уважает, должен вспотеть хотя бы раз в день. Что такое вспотеть? Это значит взять жиры, которые уже успели отложить в каждой клеточке и привести их на мембраны митохондрии в процессе своей физической нагрузки и сжечь их. В общем, у меня мотивации, конечно, для того, чтобы вы сегодня прям встали и пошли. Очень много. Старайтесь ходить по красивым местам. Старайтесь ходить наедине сам с собой. В ушах либо ничего, либо расслабляющая музыка какая-то, которая оставляет вам возможность ещё и думать. Я иногда бегаю с английским языком в ушах. Не знаю, хорошо это или плохо, но в основном всё-таки моя пробежка — это время общения с собой. Время найти мне ответы на мои же вопросы и на общение с внутренним «я». Итак, вторая нота нашей исцеляющей октавы — это исцеляющая физическая нагрузка. Просто сейчас наденьте, пожалуйста, самую удобную обувь, которая у вас есть, и просто выйдите, выйдите на улицу и пройдите эти полчаса быстрым исцеляющим шагом. Я в вас верю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!